Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Всего неделю назад мы наблюдали странную ситуацию, одновременное укрепление американских фондовых индексов и доллара США. При этом уже в понедельник 15 августа золото возобновило снижение, обвалившись практически на 30 долларов. Нефть не стала исключением, продолжала обновлять минимумы. И лишь к концу минувшей недели продавцы добрались до американского фондового рынка. Напомню, что решение по ключевой процентной ставке Федрезерва будет известно лишь через 4,5 недели. Тем не менее, инвесторы готовятся к очередному ее повышению на 75 пунктов, избавляясь от активов с повышенным уровнем риска. Очень важно отметить глобальное изменение настроений на финансовых рынках. Дело в том, что еще две недели назад, вероятность повышения ключевой процентной ставки Федрезервом на 75 пунктов, была менее 30%. Сегодня она составляет 47%. Более того, инвесторы в ожидании экономического симпозиума в Джексон-Холл. Ведь в этот момент они рассчитывают получить дополнительную информацию о том, как сильно американский регулятор повысит ставку в сентябре. Возможно, именно это событие станет главным на текущей неделе. Смещаясь на валютный рынок, обращу внимание на устойчивое укрепление доллара США. Как следствие, валютная пара евро-доллар в очередной раз приблизилась к паритету. При этом, подтверждение готовности Федрезерва повысить ставку еще на 75 пунктов, будет способствовать укреплению доллара США. Как следствие, риск дальнейшего снижения валютной пары евро-доллар остается повышенным. Также обратите внимание на валютную пару фунт-доллар, которая удерживается у предыдущего минимума 1,1800. Похоже на то, что укрепляющийся доллар США способен обвалить котировки этой валютной пары к минимумам 2020 года. Продолжая говорить о перспективе агрессивного повышения процентной ставки Федрезервом, мы подразумеваем укрепление доллара США. При этом он укрепляется не только в паре с остальными валютами, но также и с активами, которые торгуются в долларах США. Поэтому золото остается в красной зоне и может продолжить нисходящие движения. Напомню, что предыдущая волна распродаж завершилась приблизительно на 50 долларов ниже текущих уровней. Соответственно, у продавцов все еще есть большой потенциал для снижения. Медвежий сценарий будет реализован при условии повышения ставки более чем на 50 пунктов. Конечно же и рынок криптовалют в красной зоне, из-за значительного увеличения вероятности агрессивного повышения процентной ставки Федрезервом. Учитывая все это, есть очень высокий риск дальнейших распродаж биткоина, эфира и других монет. Он будет оставаться повышенным до того момента, пока американский регулятор не снизит темпы повышения процентной ставки, или же и вовсе не завершит этот процесс. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.